Борьба с коронавирусом в регионах стала главной темой совещания президента с членами правительства. При этом Владимир Путин отметил, что о второй волне COVID-19 пока рано говорить. Почему, расскажем в нашем материале. В Государственной Думе в первом чтении приняли бюджет на три предстоящих года. Об этом в начале совещания главе государства доложил премьер Михаил Мишустин. После короткого доклада участники видеоконференции перешли к теме пандемии, ее последствий и дальнейших мер по противодействию. В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим. На профессиональном уровне работа ведется. Тем не менее, и вопросов немало. Мы не говорим о какой-то второй волне, но, как мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события. Эпидемическая обстановка в регионах очень сильно отличается. Везде разный запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и даже коечный фонд. В некоторых субъектах свободных мест в инфекционных больницах почти нет. То есть 95% выделенных под больных коронавирусом ПАВАД заполнено. Ситуация продолжает осложняться. Стрисуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно. В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости. В 18 регионах ситуация нестабильная, и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания. Все главы от регионов до 30 октября должны предоставить сведения о наличии лекарств. Что же касается нехватки персонала в медучреждениях, то субъектам рекомендовано привлекать к работе студентов медицинских учебных заведений. В некоторых районах такой способ уже опробировали. Что же касается коечного фонда, то решать проблему нужно взвешенно. Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать, не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме. Но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость. Посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами поближе будьте к ним в этот период времени. И принимайте соответствующее решение. Я уже говорил, правительство разработало предложение и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно. Но, как Татьяна Васильевна сказала, речь идет о доступности лекарств. В Мурманской области лекарствами заболевших уже обеспечивают. Тем не менее, бесплатный противовирусный препарат есть не во всех субъектах. На эти цели правительство планирует выделить 5 миллиардов рублей. Также на помощь регионам выделят еще 10 миллиардов. Эти деньги пойдут на транспортное обслуживание инфицированных, средства индивидуальной защиты и тестирование. Что касается 5 и 10 миллиардов, мы незамедлительно эти решения примем. Мы действительно в процессе согласования уже почти завершили это согласование. И у нас уже есть распределение по соответствующим субъектам. Осталось немного в части финансовой помощи. Деньги на это дело мы найдем и в резервном фонде, и в рамках тех средств, которые у нас предусмотрены для оказания поддержки субъектов Российской Федерации в виде дотации на сбалансированность субъектов Российской Федерации. Считаем, что эти направления сейчас самые приоритетные. И оказание помощи регионам на эти цели является нашей сейчас первостепенной задачей. Поэтому ресурсы есть, задачи будут выполнены. Помимо этого, Путин поручил Голикова отправить в регионы комиссии для изучения обстоятельств жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом.